Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Омаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Омаркет с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем конкретные торговые рекомендации, постим новости фундаментального характера, тоже помогающие вам в принятии торговых решений. Поэтому используйте этот материал. Если есть пожелания, фидбэк, что добавить, что изменить, скорректировать, мы всегда к нему открыты. Кроме того, поскольку сегодня понедельник, то соответственно в 16.00 по московскому времени состоится наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», в ходе которого мы разберем ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов сегодня во время голосования в телеграмм-канал. Еще один повод подписаться. Соответственно, та тема, которая будет прежде всего интересна вам, будет и станет основной, которую я раскрою. Очень рассчитываю на то, что сегодня нам удастся обсудить по вашему выбору будущее изменения американского фондового рынка, индекса американской валюты и европейского валютного актива. Ну что ж, друзья, если подводить итоги прошлой недели, я думаю, можем точно сказать, что прошлая неделя была крайне результативной для нас, потому что мы определили верно тенденции практически по всем финансовым инструментам. Риск оказался под давлением, мы даже и не думали покупать европейскую валюту после теста претентного значения. Тоже этот уровень обозначался как тот самый рубеж, выше которого главный валютный риск не пройдет, и, скорее всего, прямо от него последуют активные распродажи, и евро будет претендовать уже на обновление локальных минимумов. Так оно и получилось. Я очень рассчитываю на то, что вы не выдумывали, не мудрили и не опирались на какой-то нереалистичный фундаментальный фон, полагая, что евро теперь будет снова расти против американского доллара. Не бывать этому, друзья, пока индекс доллара сохраняет собой статус самого активного, самого перспективного и интересного инструмента среди всех активов валютного рынка. Индекс доллара на данный момент 112.67, и, учитывая, как неплохо растет этот актив, я думаю, что мы в целом уже можем замахиваться на обновление прежних максимумов локальных, которые были переписаны всего лишь несколько недель назад. И нам нужно закрепляться уже выше 115 понтов, потому что хочется уже приблизиться к целям, которые мы совсем поставили на долгосрок, опираясь в том числе и на прогнозы многих инвестбанков, за которыми наследим. Goldman Sachs, Bank of America City, которые считают, что индекс доллара при текущем фундаментальном фоне легко может улететь выше 120 пунктов. Сегодня, друзья, день Колумба в США, соответственно, ждем низколиквидную торговую сессию, но уже с завтрашнего дня на рынок вернутся все трейдеры, поэтому волатильность вернется к прежним уровням. Ключевой отчет этой недели – это статистика по инфляции в США, которая выйдет в четверг. Когда мы ждали на прошлой неделе данные по Non-Farm Perils, я вам повторял, друзья, что для Федрезерва есть два важных индикатора – это рынок труда, который мы анализируем через Non-Farm Perils. Есть данные по инфляции, которые подчеркивают, насколько стабильной является ценовая конъюнтура в стране и что нужно предпринимать Федрезерву, чтобы эту стабильность обеспечить, если ее нет. Инфляция, как вы все прекрасно понимаете, запредельные уровни сейчас ее характеризуют не только в Штатах, но и повсеместно в мире. Базовая инфляция в США находится на отметке 6,3%, больше чем в три раза превышает целевой ориентир на уровне 2%. И по прогнозам, кстати, в этот четверг мы с вами увидим очередной рост базовой инфляции с 6,3% до 6,5%. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, что доллар будет расти и считаете, что по какой-то причине Федрезерв уже достиг своих пиковых уровней по процентной ставке и дальше уже не будет настолько решительным, как и ранее, вы ошибаетесь. Потому что чем выше будет инфляция, тем более агрессивную монетарную политику будет вынужден проводить американский регулятор. Поэтому мы, конечно же, не смотрим прям совсем на то, что будет со ставкой в 2023 году. У нас еще два заседания в этом году. Ближайшее 2 ноября, в ходе которого ставку, скорее всего, четвертый раз подряд повысит на 75 базисных пунктов. Я очень жду вот этот отчет в четверг, потому что хочется увидеть еще один прирост по базовой инфляции, пусть до 6,5%. Потому что, как только это произойдет, вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов достигнет чуть ли не 100%. Поэтому, если резюмировать немного по индексу американской валюты, повторю, друзья, что у нас есть очень серьезный бэкграунд в прошлой инзеле, а именно сильный отчет по Non-Farm Perils. Количество новых рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 263 тысячи. Прогноз был 250 на тысяч. Уровень безработицы снизился до исторического минимума с 3,7% до 3,5%. До выхода данных по Non-Farm Perils у нас была возможность с вами послушать комментарии представителей американского регулятора, которые ответственны за решения, которые принимаются во процентной ставке. Это высказывания и комментарии Уоллера, Кашкари, Булларда, Хабаркина, Дели. Они все как один подтвердили, что американский регулятор даже не думает о текущем этапе, чтобы замедлить темп повышения процентной ставки. И уже в тысячи раз повторяю, американский регулятор может снизить темп ужесточения монетарной политики или даже взять паузу только в том случае, если базовая инфляция приблизится к целевому значению в 2%. Но учитывая, что впереди у нас самые опасные, наверное, для ценовой конъюнктуры месяцы для рынка нефти, в ходе которых мы ожидаем рост цен на рынке носителей и, соответственно, еще больше роста инфляции, я почти уверен, что до конца этого года мы смело будем с вами работать с идеей роста американского доллара. Рынок настолько предсказуем, что даже немного становится опасно торговать, но в то же время я понимаю, что когда тренд развивается в том формате, в котором мы видим сейчас, и когда фундаментальный фон не меняется, ну не использовать эти возможности, друзья, ну просто нельзя. Хочется верить в то, что вы прислушались к моим рекомендациям, вы купили индекс доллара и продали рисковые инструменты. И сейчас уже по мере приближения новогодних праздников с хорошим профитом и потенциально можете заработать еще больше. Цели по индексу доллара движение выше 113 пунктов. Золото 1686 долларов за тройскую унцию. Десятилетние облигации растут, двухлетние облигации тоже повышаются. Доллар растет и золото очень трудно конкурировать, соответственно, с такой ситуацией на долговом рынке. Золото теряет свою привлекательность и корректируется. Мы с вами пытались заработать на лонгах, но вовремя из них вышли ранее, поэтому сейчас ждем, собственно, более интересных уровней для повторного перезахода. Рынок нефти 97 долларов за баррель ровно сейчас. Сейчас хай прошлой недели и, соответственно, пятничная торговая сессия 98,55. Мы хотели с вами сделать 100 долларов уже до конца прошлой недели, но я считаю, что мы лишь немного недовыполнили нашу цель. Рынок нефти повел себя так, как ожидалось. На фоне решения страны ОПЕК сократить объем нефтедобычи на 2 миллиона баррель, рынок нефти будет расти. Поэтому ждем 100, 105 и, соответственно, еще выше. Европейская валюта 0,9737. Слабая статистика, укрепляющийся доллар, энергетический кризис. Этот фон не меняется. Вот по поводу энергетического кризиса, по прогнозам, опять же, тарифы на электроэнергию в Европе вырастут к началу следующего года в 15 раз, друзья. Это не оговорка. То есть, если в начале 2022 года стоимость 1 мегаватта в час энергии была 80-90 евро, если мне не изменяет память, то, соответственно, к декабрю она может составить уже 1500 евро. И это все вследствие сокращения поставок российских углеводородов. Это все вследствие того, что в целом растут цены на топливо. И в зимние месяцы, конечно же, ситуация ухудшится. Поэтому имейте это в виду. Еврокомиссия уже предупредила, что неизбежно верное отключение электроэнергии и нормирование потребления топлива. Что, конечно же, еще больше замедлит экономическую активность. А индексы производственной активности в сфере услуг, которые мы разбирали на прошлой неделе, явно нам подчеркнули, что надежд на то, что еврозона сможет избежать рецессий, фактически нет. Поэтому работаем по тренду и ждем 0,95. Фонд против доллара здесь тоже пока что без сделок. Но если вам прям хочется торговать, и интересное мое мнение, я считаю, что британская валюта уверенно закрепится ниже отметки 1,10 и снова пойдет на тест паритетного значения. Американский фондовый рынок. Обвал 3637 пунктов по S&P. Ждем 3,500. Доллар иена 145-46 здесь в ожидании интервенции. Я думаю, не только мы, но и все те, кто увидел их влияние и значимость для валютной пары уже получается 2 недели назад. Если Банк Японии решит вмешаться по мере дальнейшего ослабления курса японской валюты, то пара доллар-иена может очень быстро улететь в провинции 140 иен за доллар. Вот это как раз движение мы с вами попробуем поймать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Продолжение следует...